всем здравствуйте и добро пожаловать на канал виновниками нашего сегодняшнего торжества вернее видео будут курочка и петушок но вернее всего будет курочка с цыплятками так как ранее видео я показала вот такую курочку с цыплятками поступило несколько запросов и я решила снять мастер-класс потому как связать подобную курочку не скажу я что прямо будет вязание один в один так как я не повторяю и приблизительно спросила мне в общем то толком не сказали как прибавляли поэтому буду добавлять уже по своему усмотрению потому как вижу курочку с цыплятами я давайте еще мы поближе с вами рассмотрим для тех кто может просто посмотреть как выглядит курочка и связать можете взять себе для вдохновения подобную курочку ну а для тех кто ждет мастер-класс и кто не умеет вязать я постараюсь объяснить чтобы было доступно и так что нам понадобится связать первое это вот сама курочка вот эта верхняя часть она вяжется в виде колпачка затем переворачиваем нам нужно связать будет ровную часть донышко все это соединить связать заполнить синтепоном и продолжить обвязку уже по кругу и в конце уже будем с вами украшать также еще конечно же мелкие детали это крылышки бородка клювик и гребешок но также цыплятки цыпляток не знаю буду или не буду показывать но приблизительно объясню в любом случае что нам понадобится ну это конечно же пряжа и так как вот эта курочка вот видите она такая пестренькая мне тоже захотелось связать пестренькую курочку конечно можно взять пряжу меланжированная нет не меланжированной секционного крошения но так чтобы секции были маленькие не то чтобы вот там переходы длительные были а вот именно частые переходы и цвета посмотреть по фотографиям в интернете какими цветами должны быть курочки уже в соответствии с этим выбрать пряжу это для того если вы желаете подобрать пряжу ну как бы вот в магазине ну а для тех у кого слишком ну даже не слишком но есть остаточки пряжи мы можем пустить вход так я использую у меня остатки несколько моточков вот есть вот такая пестренькая пряжа посмотрите вот ее если в несколько сложений сделать то она вот такая как бы немного немного мохнатенькая я даже не знаю что это за пряжа а также вот не помню не каролина вроде бы какая-то типа пчелки пряжи но не пчелка пчелка она идет секционного крошения это вот однотонная она тоже стопроцентный акрил ну и так я начинаю вязать делаем петельку я вот этот хвостик оставляю чтобы за него держаться здесь можно три или четыре воздушные петельки провязать и замкнуть работу в кольцо теперь момент смотрите если мы замыкаем в кольцо и продолжаем вязать ну вот как бы вот не соединяя вот эту петельку мы можем просто вот так соединить и вязать следующий ряд получается то у нас вот рассмотрим курочку смотрите если мы будем вязать по кругу то есть проверить провязали круг и переходим на следующий круг воздушная ну как бы вот делаем воздушную петельку подъема и вяжем следующий круг можно так вязать а можно просто как бы вот улиткой как по спиральке в этом случае если мы вяжем по спирали то у нас глазки будут немного не совсем ровно там придется ровнять в том случае если мы вяжем с подъемом ну хотя бы вот первые ряды то у нас будут ровно глазки не знаю понятно нет раз рассказала но еще позже вернусь к этому вот мы делаем здесь соединительная мысль замкнули наши три петельки в кольцо делаем воздушную петельку подъема и провязываем я так думаю петель 8 ну по ходу вязания думаю будет видно по две петли провязываем в каждую петельку на пути либо можно связать кольцо амигуруми которая в след впоследствии как бы затягивается в этом случае уже набираем петли вот эти вот столбики вернее без накида просто по в кольцо амигуруми так вот получается вяжем в центр можно связать не 3 а 4 допустим воздушные петли в начале и провязывать в центр этих петель хотя здесь я считаю что не столь важно как она будет вот эта верхняя часть все равно у нас здесь будет креп привязан гребешок поэтому идеальные прямо верхушки нужно и не делать так вот ну пускай у нас получилось 1 2 3 4 5 6 7 8 8 петель ну давайте еще свяжем можно 8 можно 9 петель вязать это на ваше усмотрение здесь соединительный вот где у нас воздушная петля была подъема вот здесь вот у нас уже столбик пошел мы соединительный столбик делаем и переходим на следующий ряд мы вяжем не улиткой сейчас вяжем под по два столбика в каждый в каждую петельку 2 столбика без накида я вижу всегда очень туго даже если беру пряжу потоньше то крючок возьму чуть побольше если то я уменьшаю мне все кажется что свободно вязание игрушек мне нравится когда они связаны плотнее крючком если вы начинаете вязать даже если какие-то маленькие огрехи будут вот в пестрой курочки она особо и незаметно здесь свяжу в последний и вот опять мы дошли до воздушной петли подъема и соединяем в круг еще постараюсь объяснить вот смотрите вот так вот мы соединяем когда вот сейчас мы будем вязать ровную часть и если у нас будет улиткой то у нас вот это расстояние будет тяжело для глазиков распределять вот здесь у нас получаются ровно рядочки идут и глазки у нас будут ровно а если улиткой то она получится что один ряд будет пониже а с этой стороны повыше вот какой минус в таком вязании делаем воздушную петлю и сейчас мы будем вязать по прямой вот верхнюю часть головы я буду вязать по прямой хотя смотрите здесь нету такого чтобы вот она вязалась по прямой можно вязать чуть-чуть добавляя в каждом четвертом или в каждом пятом столбик после вот провязываем 5 столбиков или четыре столбика без накида и 2 в одну провязываем чтобы расширился вот наш кружочек так продолжаем вяжем 1 2 3 давайте 3 вяжем и здесь 2 в 1 вяжем снова 1 2 2 3 давайте через 4 4 2 в 1 хотя можно и не добавлять вот я бы честно говоря пока пока что не добавила что-то я вот решила добавить сейчас чуть позже я вам еще покажу что я связала уже пробовала вернее вязать то есть лучше все таки наверное вот пряжа плотная и после того момента как мы переходим вот здесь на следующий ряд мы не будем нигде прибавлять мы пока вяжем по прямой и так мы вяжем по прямой вот эту верхнюю часть вот эту верхнюю ну вот как было ту петушка вот голову петушок немного по-другому связан поэтому сильно на него ориентироваться мы не будем вот сейчас мы вяжем просто по прямой голову ну по прямой по кругу конечно же когда свяжем голову ровную часть вот тут верхушку я подключусь я буду вязать это не на камеру чтобы не тратить ваше время и так связали мы голову смотрите уже на ваше усмотрение если вам нужно корочка поменьше можно здесь набрать в зависимости от того из каких не так вы вяжете можно сделать голову чуть поменьше можно ее чуть побольше по размерам я подсказать тоже не могу потому что абсолютно по-разному будет вязаться различная пряжа сейчас смотрите мы довязали до момента как заканчивается у нас голова и теперь продолжать будем вязать можно сейчас уже вязать просто по кругу без соединения каждого ряда то есть чтобы уже улиткой вязалась мы будем вязать 4 петли провязываем 5 6 вяжется в одну 4 провязываем и 5 6 вяжется в одну хотя смотрите если пряжа толстая можете 3 петли провязать 4 5 в одну петлю то есть увеличивается вязание нашей вот этой вот голову ну как будут курочки самой это тушка у нас туловище будет курочки поэтому прибавляйте зависимости от того какая вам нужно нужно какое расширение если вам нужно чтобы она была допустим чуть повыше то вы можете скот сделать побольше если вы начнете прибавлять слишком часто то она будет сильно вот так вот широкая сейчас смотрите что у меня получилось я вчера попробовала связать и вот из этой пряжи у меня получается здесь я вязала вот эту верхнюю часть точно так же а а здесь начала прибавлять 3 провязала 4 5 вместе ну как бы в одну петлю увеличивала то есть каждый 4 каждый четвертый каждую четвертую петлю и то что я говорила вот смотрите вот глаз глазки как бы я не выравнивала они у меня так и не выровнялись немного если подравнять то более-менее а так вот они здесь я сделала какую ошибку ошибку то есть я связала улиткой и поэтому глазки сложней присоединить чтобы они были ровно и так вот так выглядит курочка уже в увеличенном состоянии связанном вот этой части думаю понятно будет что прибавляем уже на свое усмотрение смотрите если увеличивается сильно много мы можем следующий ряд провязать просто без прибавок только делаем заметку ну где-нибудь себе вот в одном месте допустим сделали заметочку и на этом расстоянии провязали допустим круг без прибавок следующие 5 начали с при бабочками вот так выглядит курочка и еще что я решила обвязать вот таким узорчиком но немного поздно решила можно было и здесь тоже связать как-то красиво придумать узор ну я связала здесь просто пестренькая здесь сейчас покажу как делать вот такую обвязку делаем воздушную петельку накид вступаем вот в эту же петлю 1 снова накид 2 вытягиваем и провязываем все петли 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 которые у нас находятся на крючке сейчас отступаем одну петлю и следующую вступаем вяжем столбик без накида воздушная петля накид в эту же петлю вступаем один раз вытягиваем рабочую нить второй раз после накида рабочую нить захватываем провязываем все петельки которые у нас находятся на крючке отступая одну петлю следующая вяжем столбик без накида воздушная петля накид сюда же захватываем рабочую нить снова накид снова ступаем захватываем рабочую нить и у нас получилось 5 петель на крючке мы их все вместе провязываем отступаем петлю и провязываем вместе воздушная петля но я здесь уже довезу чтобы соединить вязание в круг можно было еще один момент скажу что если вы решите делать вот такую обвязку то лучше всего вот довязали когда до конца уже в круг замыкаем вступили в начало вязания в начале уже вот он как мы начинали вязание вступаем сюда захватываем рабочую нить и провязываем петельку на крючке сейчас если клубочек маленький то можно клубочек через петельку вот эту протянуть все у нас вязание закончено вот этого именно рядом чтобы спрятать потом ниточку я оставила чуть побольше потому что я ее вот сюда куда-нибудь спрячу здесь видно что у меня не из новых ниток просто мне очень захотелось вот из таких ниток они очень такие приятненькие какие-то как и башечка и курочка как бы такая мне нравится цвет пестренькая дальше что нам нужно связать курочку мы пока отставляем нам нужно связать вот такой круг это у нас будет дно для этого мы берем нитки и набираем как вот мы начинали здесь набирать три или четыре воздушные петли в центре замыкаем в круг и расширение у нас идет первый ряд мы связали как бы обвязали у нас допустим 6 или 8 столбиков на крючке следующий ряд переходим здесь по 2 петельки в каждую провязываем в одну петлю провязываем два раза в следующую петлю провязываем два раза и так весь ряд провязываем по 2 петли в каждую петлю переходя на следующий ряд мы провязываем через одну то есть столбик с накидом провязываем в одну петлю следующие у нас будет два столбика с накидом в одну петлю следующая один столбик с накидом следующие два столбика с накидом то есть у нас вязание будет увеличиваться с каждым рядом до такого состояния что она будет плоская и с каждым рядом сначала мы в каждом ряду нам нужно сначала провязываем не провязываем одну петлю 2 вместе нет вернее 2 в одну следующий ряд будем провязывать два столбика допустим без накида и 2 петли увеличиваем 2 петли в одну следующий ряд 3 столбика без накида и 2 петли в одну это весь ряд у нас получается увеличивается далее 4 столбика без накида и 2 петли в одну провязывается и за счет этого у нас вот такой ровненький кружочек должен по и получиться смотрите если кружочек у вас получается но не совсем ровно у меня тоже не скажу что был он ровный тоже что-то как-то не совсем мы можем его прогладить единственное если у вас пряжа тонкая то смотрите будьте очень аккуратны потому что такая пряжа как акрил она может стать тонкой я вот сейчас вам покажу к примеру у меня вот здесь есть кружочек связанный вот если его пропарить допустим то он станет еще тоньше и он такой не будет вот формы совсем держать а это у меня все-таки по плотней здесь вот у меня обвязано поэтому не видно вот здесь вот у меня толстенько это пряжа я вязала тем более еще в две нити и поэтому вот она вяжется хорошо и вернее про после пропаривания но такое плотный и осталось и вот видите после того как я прогладила кружочек стал абсолютно ровный следующее что нужно сделать нам нужно из картона вырезать кружочек чуть чуть поменьше нашего вот этого круга а этот круг как мы ровняем вот если смотреть на эту курочку то он совсем маленький вообще малюсенький я бы предложила чуть-чуть у меня получается вернее чуть чуть побольше но смотрите сейчас мы будем наполнять курочку синтепоном и получается нам нужно сделать утяжки вот здесь на лапках и на хвостики то есть вот таким образом она у нас должна поместиться на круг я здесь немного поспешила и вот этот ряд хотя не знаю как сейчас будет в дальнейшем смотреться как он вернее в работе но я бы вот этот ряд убрала и связала его чуть попозже но сейчас посмотрим как она после утяжки будет как она поведет себя то есть видите мы ровняем вот этот кружочек по тому расстоянию какого у нас дно у курочки так как курочка пестренькая я буду ее наполнять темным синтепончиком потому что все равно ее будет незаметно его не видно просвечивать не будет да и еще один момент вывязывание вот вот этих частей лучше пока курочка не сшита ну вот не наполнены синтепоном потому что будет более удобно вот так вот прикреплять нитки у меня сейчас софте пряжа софте здесь использована как для клювика так и для бородки и для гребешка вот здесь же другая пряжа использована обычная какая-то типа мохера чуть позже я вам покажу как вот это вывязать а сейчас давайте я наполню куры давайте еще нужно сейчас я спрячу эту нитку быть я ее без вас ну и наполняем так наполнили сейчас нужно прикрепить ну вернее не прикрепить просто держать донышко это нужно для того чтобы курочка у нас наполнитель сюда не выпирал чтобы ровная часть была у курочки вот нижние вот и сейчас нам нужно соединив вот эти две части их между собой сшить вот видите какой у меня минус вот если бы вот этой обвязки не было то можно было сразу вот эти две части между собой крючком соединить не пришивать отдельно ну знаете сейчас вы я распускать не буду я вот здесь вот сейчас как постараюсь так да и еще можно в начале ее сшить а уже потом набить наполнить вот так вот я сейчас соединю матрас на что ли он не знаю как он шов этот называется это выкинула ниточку вот таким образом я соединю да конечно лучше наверное было сшить какая-то уберу в общем думаю понятно как я буду сейчас соединять я сделаю это без камеры так как на камеру неудобно и и мы с вами вновь встретимся